Автор начального варианта всемирно известной и любимой нами сказки остается, увы, по сей день неизвестным. Но очевидно, Шарлю Перро было где почерпнуть сюжет о Золушке. Самыми популярными вариациями можно назвать египетские папирусы, да, представьте, именно там фигурировала некая Родопис, прародительница всех историй о Золушке. Однако даже эта версия не имеет единой сюжетной линии. По одной из них Родопис – греческая рабыня, которую еще в детстве похитили пираты. Хозяин, купивший девушку, подарил ей изящные позолоченные сандалии. Однажды, купаясь в реке, она их потеряла, утащил их сокол, который, как вы понимаете, оказался не простым соколом, а богом. Гор отнес сандалии Родопис самому фараону, который приказал искать обладательницу прелестной маленькой туфельки. Версия вторая гласит, что Родопис была египетской проституткой, а вместо сокола в истории фигурировал орел. В обоих случаях все закончилось свадьбами. Таким образом, древнеегипетскую Родопис и всем известную Золушку роднит только потеря туфельки, ну и последующее замужество на мужчине голубых кровей. Похожая сказка есть и в Китае. Первое известное упоминание о Золушке относится к 860 году. Девушку звали Ейсянь. Добрая и хозяйственная барышня находит рыбку, в которой превращается дух ее матери. Однако волшебную рыбу убивает мачеха, девушка сохраняет рыбьи кости, которые превращаются в шикарное платье. Чувствуете, да, где наша тыква, а где рыбьи кости? Но при всем при этом, получив дорогой наряд, она отправляется опять же на бал в честь Нового года. Мачеха ее узнает. Ейсянь бежит, роняет туфельку, которую подбирает король, и по ней находит девушку. Дальше все привычно. А вот вам итальянская версия от сказочника Джамбатиста Базили. Он написал свою Золушку задолго до самого известного варианта, еще в 1636 году. Правда, Зезоула, так ее звали в той версии, сходящая со страниц сказки Базили, пугающая кровожадная дама. Находясь в сговоре с няней, она собственными руками ломает шею своей мачехи. Совершив убийство, Зезоула женит отца на няне, и только тогда, после этой свадьбы, в нее влюбляется король. Итальянские страсти. Здесь начинается схожий с другими версиями сюжет. Потеря туфельки, поиски возлюбленной через примерку ее каждой женщины в государстве, и, наконец, обретение любви. Только Золушка Джамбатиста не горела, кстати, желанием выходить за молодого принца, и всячески с этим боролась. Как ее понять? Братья Гримм тоже не обошли вниманием тему Золушки, и создали свой образ, угнетаемый под чередцы. В этой сказке роль феи выполняет дерево орешника, посаженное девушкой на могиле матери, ну и в придачу к этому белая птичка. При этом версия братьев Гримм вряд ли бы понравилась современным родителям. Уж больно кровожадно. Сестрицы отрезали части тела, пятку и пальцы, чтобы надеть туфельки. В конце голуби выклевывали им глаза. Ужас! Самой щадящей и подходящей для детей сказкой является «Хрустальная туфелька» Шарля Перо и его сына Пьера де Арманкура, датированная 1697-мым. Главной заслугой французских сказочников является адаптация именно к детскому мировоззрению. В сказке появляются новые современные для тех реалий атрибуты – карета, кучер, крестная, которых сказочник переносит из реального мира в волшебный, карета – заколдованная тыква, крестная – волшебная фея, а башмачок – хрустальная туфелька. Ну и главное, в сказке Шарля Перо царит добрая волшебная атмосфера, благодаря которой французская версия вот уже не одно столетие пользуется интересом у детей и их родителей. И думается мне читать именно эту версию будут еще многие поколения.